Жители микрорайона Пальмира в отчаянии. Говорят, устали бороться с источными водами. Из-за отсутствия ливневки они не могут выйти на улицы. Вода затапливает и дворы частных домов. В зимнее время невозможно добраться на работу и учебу, жалуются горожане. В теплую же погоду смрад стоит на весь квартал. Канализация, дети дышат, здесь проехать невозможно. Таксисты возмущаются, не хотят заезжать, не хотят нас возить. Мы ходить пешком не можем. Постоянно менять резиновые сапоги на обувь. У детей обувь разваливается по этим лужам ходить, ноги мокнут. Сколько лет мы еще будем жить в таких условиях? Это просто антисанитария. Роспотребнадзор по нашим жалобам уже обращался в суд на администрацию. После прогулки дети возвращаются домой все в грязи. Но это не самое страшное. Экологическая ситуация влияет и на здоровье жителей микрорайона, рассказывает Гульмира Бабакишиева. Дело в том, что наши дети болеют кишечной инфекцией, дизентерией. Часто я своих детей уже после дизентерии, буквально прошло пару месяцев, мы заболели острой кишечной инфекцией. Лечимся дома. Наши дети пропускают занятия по счету этого. Приходят все грязные, пояс в грязи, в этой грязной воде. Жители этих улиц в пригороде Махачкалу утверждают, что местные власти знают о проблеме. Но действенных мер до сих пор не предпринято. Они неоднократно обращались в коммунальные службы с просьбой сделать канализацию. Но сейчас люди просят хотя бы очистить накопившиеся стоки в люках. Этот люк с центральной канализации. Видите, какой он забитый? То есть, получается, с наших улиц все сюда направлено. А отсюда уходит по канализации в город. Он забитый, его чистить надо. Был момент, мы скинулись деньги тоже, почистили его. Но постоянно тоже мы не обязаны его скинуться. Правильно? В управлении ЖКХ города говорят, что микрорайон Пальмира – это бывшее дачное сообщество. После получения статуса поселка городского типа, система не была модернизирована. При отсутствии централизованной системы в микрорайонах, необходимо предусматривать автономную систему сбросов канализационных стоков. То есть, это устройство выгибной ямы Шамбо, либо септик-контейнер. Данные, получается, требования не были выполнены местными жителями. То есть, самовольно были проложены канализационные линии. Все это выводилось на рельеф местности. И при выпадении атмосферных осадков, все это выбивало наружу. И, соответственно, появлялись антисанитарийные условия. Однако проблему решить можно. В рамках республиканской инвестиционной программы в этом году планируется разработка проекта реконструкции ливневой системы. Строительство же начнется только в следующем году. А пока резиновые сапоги и неприятный запах остаются спутниками жителей микрорайона. Наталья Ханбабаева, Нурмагомед Магомедов, Магомед Магомедов, Мурат Бекбарзов, телеканал ННТ, Махачкала.